Привет всем! Володя, скажи привет! Привет! Поздравляю всех! С Пасхой! Скажи что-нибудь! Поздравляю всех с Пасхой! Желаю самое главное здоровья, счастья, любви, всего-всего самого-самого наилучшего! Чтобы всё прошло, чтобы всё было бы у нас хорошо! Привет всем! Меня зовут Тараса. Вы находитесь на канале Терри Лайфлог. Мы приехали с гостей и поставили в духовку раз-два-три блюда. Покажу. Но самое первое. Вот я спекла таких два яблочка. Очень быстро они спеклись, даже полопали. И что же я пеку? Я пеку свинину с морковкой, с картошкой. Потом грудинки с ананасами и ещё пеку говяжий язык в мешке. Никогда его не пекла, но мы решили его не варить, а просто спечь. Посмотрим, что из этого получится. Оставайтесь на моём канале. Не забудьте поставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь, если вам интересен мой канал. Одевай вот эти перчатки. Вот у нас специальные перчатки. Осторожно. Осторожно. Сейчас всё выберем. А вот сюда ставь, посмотри. Грудинки, наверное, уже куриные готовы. Только подожди. Это самое. Очень осторожно открывай. Давай, включай вентилятор. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Ну, можешь открывать. Мне грудинки, главное, доставай. Доставай грудинки мои. Они первые, да. И можешь вытащить, посмотреть, как там язык. Так, грудинки доставай. Они вот в фольге. Надо проткнуть грудинку. Вытаскивай, вытаскивай. Не надо протыкать. Сейчас проткнем, подожди. Не, они не могут. Вот сюда ставь. Вот сюда так. Вот мои грудинки. Сейчас я их открою. Даня, тарелку. А это вот наш язык. Ну, язык тут, конечно же, он будет печься. А грудинки, наверное, готовы. Даня, тарелку сейчас выложу, эту фольгу. Разрежу, покажу. Мясо тоже надо проткнуть. Даю эту свою веку. Ну, вот такая у нас получилась грудинка с ананасами. Сейчас я выберу, выложу на тарелку. Мы положили на тарелку грудинку. Сверху ананас. Это всё запечённое в такой форме из фольги. Закрыто салфановым мешком. И печёное яблочко. Это будет у нас первое блюдо. Так, это будет жареная смена с картошкой и с морковкой. Вот такое у нас мясо печёное. Вот такое получилось у нас в рукаве жареное мясо, свинина, жареная картошка с морковкой. И жарим ещё язык в рукаве. Так что ждём, пока поджарится. Посмотрим. Итак, сейчас самый-самый ответственный момент. Мы выбираем в духовке говяжий язык, который мы запекали в рукаве. Сейчас мы прорежем мешок. Подождём, подождём, подождём. Всё, прорежем мешок. Покажем, что у меня, подождём, я прорежу я. Что тут у нас получилось? Охо. Вот. Переполели. Переполели. Нет, это вот эта шкурка, она снимается. Мы её должны снять. Нет. Что-то неизвестно он горело. Ну, давай просто попробуем. Как он... Насколько... Вот этот отрежь кусок, вот там сбоку. Давай выберем тарелку. Ну, вот такой у нас получился язык. Очень сочный, очень вкусный. И сколько его надо печь? Полтора часа, да? Расскажи. Да, скорее всего, полтора часа. Полтора часа. Мы его чуть-чуть... Сколько мы его... Чуть-чуть много мы его пекли? Очень много. Мы его за много перепекли, потому что не знали. Первый раз в духовке пекли. Обычно варить его надо было где-то два, два с половиной часа. Мы так же делали в духовке. Но там температура больше, и значит, надо меньше печь. Это значит, полтора часа до него вполне очень... Для килограммового языка говяжьего вполне хватает. Полтора часа. Полтора часа в рукаве. В духовке. В духовке в рукаве. Температура какая была? Где-то сразу 170, потом через час 150. Ну вот. Ну, первый блин комом, но я не считаю, что еще такой большой ком. В принципе, очень вкусно, сочно, но только что энергии мы больше потратили. А так, в принципе, в следующий раз мы сделаем получше. А на этом все. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И советуйте блюда. Мы попробуем. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok